Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. Номер 32. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 6 стих. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Толкование, блаженного Феофилакта. Я первый посеял проповедь. Аполлос же постоянным своим учением не дал семени засохнуть от зноя и искушений лукавого, но возрастил вас Бог. Комментарий Игнатия Лапкина. Когда сегодня архиерей производит перестановку священнослужителей с места на место, то отъезжающий пастырь может ли сказать, глядя на своих прихожан, я первый посеял среди вас проповедь. Я просто там подталкиваю, задумываюсь, да не один. Ничего, он первый строил храм, такой еще есть. Это я знаю, вот он построил храм, он первый колокольник построил. А что первый посеял проповедь, они даже не понимают, как это проповедь. Вообще, ни апостольское, ни евангельское, это учение, это все православное, отношение к жизни. Первое Коринфянам, 3 глава, 7 стих. «Посему и насаждающий и поливающий есть не что, а все Бог возвращающий». Толкование. «Смотри, как уничижая себя, и Аполлоса делает сносным уничижение мудрых и богатых начальников коринфских, научаясь, что к нему относят все даруемые нам блага». Первое Коринфянам, 3 глава, 8 стих. «Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Толкование. «Они ничего не могут сделать без помощи Божией. В этом по отношению они одно. Как же вы превозноситесь друг перед другом, когда вы одно? Легко могло случиться, что те, которые более прочих трудились в делах веры, сделались бы беспечными, услышав, что все одно». «Все одно». Поэтому тотчас объясняет свое выражение и говорит, что «все одно». «Только в отношении к их бессилию сделать что-либо без помощи возвращающего Бога». Что же касается воздаяния, то каждый получит награду по своему труду. Не сказал по своему делу, но по своему труду. Ибо что нужды, если кто и не совершил дело? По крайней мере он трудился. Первое Коринфянам, 3 глава, 9 стих. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия Нива, Божия страна». Толкование. «Мы учители, соработники Божии, содействующие Богу в спасении людей. Они виновники или податели спасения. Поэтому не должно не презирать нас, ибо мы сотрудники Божии. Не гордиться нами, ибо все Божие. Сказав выше, я насадил, продолжает сравнение, называет их Нивой. Если же вы Нива и здание, то должны заназываться именем Владыки, а не пахарей или домостроителей. И как Нива должны быть ограждены стеной единомыслия. А как здания должны быть в единении между собой, а не в разделении». Первое Коринфянам, 3 глава, 10 стих. «Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». Толкование. «Называет себя мудрым строителем не из высокомерия, но желая показать, что мудрому строителю свойственно полагать такое основание, то есть Христа. А что сказал это действительно, не из высокомерия, видно из слов его, по данным мне от Бога благодати. То есть моя мудрость не мое дело, но благодатный дар Божий. Выше беседовал с Нимми о единении, а теперь говорит об образе жизни, называя строительством дела каждого человека». Первое Коринфянам, 3 глава, 11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, в которое есть Иисус Христос». Толкование. «Не может, доколе пребывает мудрым строителем. Если же кто не мудрый строитель, то может положить иное основание. Отсюда ереси. У вас, Коринфяне, одно основание – Христос. Поэтому и должны вы назидать на этом основании не то, что происходит от споров и зависти, но дела добродетели». Первое Коринфянам, 3 глава, 12-13 стихи. «Строит ли кто дом на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится? Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». С того времени, как мы получили основание веры, каждый из нас строит на нем. Одни строят добрые дела, которые бывают различны. Иные – больше, иные – меньше. Например, девство, как бы золото. Честный брак, как бы серебро. Нестяжательность, драгоценные камни. Милостыня при богатстве – дело уже меньшей цены. Другие же из вас назидают худые дела, которые также бывают различных степеней. Те дела, которые удобнее могут сгореть, называются сеном и соломой. Таковы нечистота, идолослужение, любостяжание. Те же, которые не столь легко сгорают, называются деревьями. Таковы пьянство, смех и им подобные пороки. Некоторые, впрочем, понимают и наоборот. То есть, прежде упомянутые пороки называют деревьями, а последние – сеной и соломой. Днем называют день суда. В огне, говорит, далее открывается, то есть, обнаруживается, каковы дела сами в себе. Золото ли, или что противное. 1 Коринфянам 3, глава 14-15 стих. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Толкование. Если у тебя серебро или золото, то дело твое уцелеет, и ты получишь награду. Если уже у тебя сено и тому подобное, то дело твое не выдержит силы огня. Это значит, выражение сгорит, но обнаружится, что оно худо. Если бы кто перешел реку огненную в золотом вооружении, то вышел бы на берег в более светлом виде. Но если бы через ту же реку пошел другой с сеном, то не только не получил бы никакой прибыли, но погубил бы и себя. Так будет и с делами. Следовательно, вера без добрых дел не приносит пользы, ибо вот здесь основанием служит Христос. Но дела, совершаемые не по закону Христову, осуждается на сожжение. Сам он не погибнет так, как его дела, не перейдет, то есть в ничтожество, но спасется, то есть сохранится целым, чтобы гореть ему в огне. Ведь слово спасется, как понимается, то есть хран-то никак это не принимает, но он спасется же все равно. Но как он может спастись, когда он грешник? Не дано. То есть у них нет благодати, и поэтому рассуждения, толкования, все хилое, ложное. И у нас о том дереве, который нелегко сгорает и обращается в пепел, говорят обыкновенно, что оно остается целым в огне, так что для сожжения его потребляется довольно много времени. Итак, грешник несет потерю от того, что трудился над такими делами, от которых погибает, и все свои усилия употребил на то, что не имеет бытия и не существует, ибо всякое зло есть несуществующее. Подобно тому, как если бы кто за большую цену купил себе труп вместо живого тела. Между тем сам, то есть грешник, спасется, то есть сохранится целым для вечных мучений. 1 Коринфянам 3 глава 16 стих Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Толкование Обращает речь к согрешившему, и смотри, как успешно приводит его в стыд. Именно благодатью, данной в нам, то есть обитание в нас Духа, пристыжает согрешившего, хотя и не выставляет ясно лица его, но говорит вообще. Между тем, если мы храм Божий, потому что в нас живет Дух, то следует, что Дух есть Бог. 1 Коринфянам 3 глава 17 стих Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Толкование То есть погубит В этих словах выражается не проклятие, не предсказание о будущем, но предсказание о будущем. Следовательно, блудник не может быть святым, так как он перестал быть храмом Божиим, изгнав освящающего его Духа. Кто же составляет этот храм? Вы, если пребудете чистыми. 1 Коринфянам 3 глава 18 стих Никто не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веки семь, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Толкование Думая, что это бывает иначе, а не так, как я сказал, Сделав легкий намек на согрешившего, опять обращает речь к тем, которые надмивались внешней мудростью. Кто говорит, думает быть мудрым веки семь, тот будь безумным. То есть пусть отринет мудрость внешнюю, чтобы приобрести божественную. Ибо как нищета в Боге есть богатство, и бесславие слава, так и безумие по Боге есть мудрость. Смотри же, не сказал, пусть отринет мудрость, но что гораздо более, будет безумным. То есть пусть ни о чем не умствует сам от себя, пусть не верит собственным доказательствам, но следует за Богом, как стадо за пасторем, и верует всему божественному. 1 Коринфянам 3 глава 19 стих Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. Толкование. Ибо она не только не способствует приобретению истинной мудрости, но напротив, еще препятствует этому, потому что, высоко думая о себе, отвергает божественное учение, и таким образом оставляет во всегдашнем неведении тех, кто имеет эту мудрость. Поэтому они и улавляются Богом, как безумцы. Приводит свидетельство на то, каким образом человеческая мудрость есть безумие пред Богом, и говорит, что Бог улавляет мудрых, как безумных, то есть покоряет их собственным их оружием. Ибо при всем своем лукавстве и мудрости они обличаются в глупости и безумии. Например, одни думали, что не имеют нужды в Боге, а все могут постигать сами собой. Но Бог делом показал им, что и сила, и искусство слова нисколько не принесли им пользы, и что они особенно перед другими имели нужду в Боге. Они, которые думали обойтись без всякой помощи. Итак, при всем своем искусстве, по которому почитали себя все ведущими, они оказались совершенными невеждами и в предметах, необходимых более необразованными, чем рыбаки и кожевники. Комментарий Игнатия Лапкина Как бы человек не пытался показать себя смиренным и кротким и послушным церкви и священноначалью, каким бы степенным он не выглядел в своей благочестивой одежде, но если он не следует написанному в Писании, если он противится написанному в Библии, если он противится толкованию святых отцов, то он, высоко думая о себе, отвергает божественное учение. А это значит, что все вышеперечисленные качества не имеют никакой цены, и такой человек является действительным полновесным врагом Божиим. 1 Коринфянам 3 глава 20 стих И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Толкование Если же Господь знает, что умствование человекически суетны, потому что в них нет ничего необходимого и спасительно, то как вы, коринфяне, питаете мысли, противные Богу, и занимаетесь ими как бы полезными. 1 Коринфянам 3 глава 21 по 23 стихи Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий. Толкование Это, кажется, говорит подчиненным, но поражает начальников, внушая, что они отнюдь не должны тщеславиться ни внешней мудростью, так как она есть безумие, ни духовными дарованиями, так как они принадлежат Богу и даются для пользы подчиненных. Это значит слова, ибо все ваше. То есть, что же гордятся учители ваши, и для чего вы надмиваете их и превозносите? Они ведь ничего не имеют собственного, но все, что у них есть, принадлежит вам. Дано им для вашей пользы, и они должны быть вам благодарны. Между тем, опять упомянул о себе и о Петре. Это для того, чтобы слова его были не так тяжкие, и чтобы внушить, если и мы не для вас получили дарование, и для вас поставлены учителями, то тем более нынешние учителя ваши не должны гордиться дарами. Как бы собственным приобретением, ибо это чужие блага. И жизнь учителей говорит для вас, для того, чтобы вы учили сильных и получили пользу. И смерть их для вас, ибо за вас и для вашего спасения они подвергаются опасностям. Или иначе. И смерть Адамова для вас, чтобы вы уцеломудрились. И смерть Христова для вас, чтобы вы спаслись. Короче, весь мир для вас, чтобы вы через него восходили к Создателю, и тленностью его научались желать благ нетленных. Для вас и настоящее, то есть благо, которое еще здесь дарует Бог верующим. Для вас же уготованное будущее. Не в том же отношении Христос есть Божий, в каком мы Христовы. Мы Христовы как дело Его и творение, а Христос Божий и как Сын Предвечный, и как имеющий Сын и Виновником Отца. Таким образом, хотя выражение одно, но смысл различен, ибо все наше не в том же отношении, в каком мы Христовы. Мы рабы Христовы и творения, а все существующее не есть ни что-либо служебное нам, ни наше творение. Поэтому нехорошо поступайте, разделяясь по людям, тогда, как вы принадлежите Христу. 1 Коринфянам 4 глава 1 стих. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Толкование. Мы, учителя, ничто иное, как слуги. Почему же вы, оставив владыку, называетесь от имени нас, слуг? Назвав апостолов и учителей домостроителями, тайн показал, что не всем без разбора должно преподавать учение, но тому, тогда и так, кому, когда и как должно. Тайны, как тайны, не должны быть открываемы всем. Это не свойственно благоразумному домостроителю. 1 Коринфянам 4 глава 2 стих. А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Толкование. То есть, требуется, чтобы домостроитель не присвоил себе того, что принадлежит господину. Не располагал ничем, как господин, но всем распоряжался, как чужой, господской собственностью. Принадлежащего господину не называл своим, а, напротив, свое почитал принадлежащим господину. 1 Коринфянам 4 глава 3 стих. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Толкование. Коринфяне страдали следующим недугом. Те, которые разделились между собой из-за учителей, как судьи, осмеивали и отвергали мужей благочестивых за их неученость. Напротив, людей порочных принимали к себе за их красноречие, опрометчиво произнося следующие приговоры. Такой-то лучше такого-то, этот ниже его, тот превосходнее этого, а этот того. Итак, когда Павел сказал, что одомострителей требуется, чтобы каждый оказался верным, и этим, казалось бы, дал им повод судить, о жизни каждого из них, отчего произошли бы еще больше неустройства, то для предупреждения сего зла, удерживает Коринфян отсюда и говорит, для меня очень мало значит, как бы так говорит, подлежать вашему суду я почитаю бесчестьем для себя, потом, чтобы не оскорбить их, и не показать к ним презрение присовокупил, или, как судят другие люди. Никто, впрочем, да не обвиняет Павла в безрассудстве, ибо это говорит он не о себе собственно, его никто не судил, но чтобы других не судили, он принимает на себя это, и тем совершает, что нужно. 1 Коринфянам 4 глава 4 стих. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываясь, судья же мне Господь, толкование, не подумайте, будто я отвергаю ваш суд из презрения к вам, или ко всем прочим, я из себя почитаю неспособным к такому точному исследованию, не знаю за собой никакого греха, потому что не могу верно и точно судить, но тем не оправдываясь, то есть я не чист от греха, может быть, я и согрешил в чем-нибудь, но сам не знаю об этом. Один Господь может точно и безошибочно судить, заключая отсюда, сколь точен и обстоятелен суд будущий. 1 Коринфянам 4 глава 5 стих. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветится крытой во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. 1 Коринфянам 5 стих. Толкование. Видишь ли, что Павел, запрещая коринфянам судить других, вступается не за себя. Он всегда переносит на свое лицо то, что касается других, и в своем лице поучает тому, чему намеревается научить. Ныне, говорит, сокрыты дурные дела, они, разумеется, под выражением скрыты во мраке. И человек нечестивый и развратный часто кажется добродетельным. Но тогда Бог откроет все, обнаружит и самые намерения сердечные. Иной, например, превозносит здесь какого-либо похвалами. Доброе дело. Но его намерение может быть дурно, может быть, он хвалит не с доброй целью. Другой, напротив, облегчает здесь кого-либо, но не с тем, чтобы исправить, а с тем, чтобы обнаружить слабости ближнего. Но все подобные намерения сердца тогда будут открыты. Следовало бы сказать или наказание, или похвала, но апостол обратил речь к лучшей стороне. 1 Коринфянам 4 глава 6 стих. Это, братья, предложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Это, то есть, то, что выше сказано было о распрях, и следующее затем об осуждении других, я, говорит, приложил к себе и Аполлосу, чтобы вы от нас научились не умствовать больше того, что написано. А Писание учит нас не превозноситься. Когда говорит, кто хочет быть первым, будь из всех последним. Евангелие от Марка 9 глава 35 стих. Так же, кто унижает себя, тот возвысится. Евангелие от Матфея 23 глава 12 стих. Весьма много есть в нем и других подобных наставлений. А о том, чтобы мы не судили других, говорится так. Не судите, да не судимы будете. Евангелие от Матфея 7 глава 1 стих. И не превозносились один перед другим. Это говорит народу о разнообразии по учению и устремляя речь иногда на учеников, а иногда на учителей и начальников, как и теперь поступает. Ибо коринфяне гордились один перед другим учителями своими. Именно, ученик одного учителя превозносился над учеником другого, потому что предпочитал своего учителя другому. И хорошо назвал такое поведение надмением, опухолью, как бы желваком. Желваком и опухолью, взяв сравнение от тела, надутого испорченными соками или воздухом. 1 Коринфянам 4 глава 7 стих. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил. А если получил, что хвалишься, как будто не получил. Толкование. Опять устремляет речь на учителей и говорит. Кто тебя отличил и признал достойным похвалы? Человек? Но суждение человеческое обманчиво. Пусть у тебя и есть что-нибудь достойное похвалы, но это не тебе принадлежит, а тому, кто дал. И ты получил это, а не сам совершил. Если же ты получил, то зачем превозносишься, как будто не получил, но приобрел это собственными трудами? Кто получил, тому не должно превозноситься тем, что он получил, ибо это чужое. 1 Коринфянам 4 глава 8 стих. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Толкование. Слова, внушенные негодованием. Так скоро, говорит, вы все приобрели, ни о чем не имеете нужды, уже насытились, в короткое время достигли совершенства и получили все богатство познаний и дарований. Совершенство достигается и в будущем веке, а вы, казалось бы, уже имеете его. В самом деле, ваше тщеславие показывает, будто вы взошли на самый верх совершенства. Всеми словами, выражая, что они весьма несовершенны, когда ведут себя таким образом. И это, говорит, в том же расположении духа, показывая их бессовестность, как бы так, удостоившись таких даров, вы не хотите нас, трудившихся для вашего блага, допустить к общению вон их. О, если бы, говорит, вы царствовали, то есть достигли совершенства, потом, чтобы речь не показалась, насмешкой присовокупляет, чтобы и нам с вами царствовать, то есть получить те же самые блага. Ибо ваша слава моя, потому что для всякого учителя вожделенно совершенства учеников его. Комментарий Игнатия Лапкина. На любом производстве требует качество продукции, качество работы. И только ни со священника, ни с архиерея никто не требует качества их прихожан. Даже зная точное количество посетителей храма, отчет в основном дается по доходу. А качество христианина напрямую зависит от знания слова Божия. Неужели пастырем приятно называться отцом тех, кто ничем не отличается от живущих в мире безбожников? Разве для всякого учителя не вожделено совершенство учеников его? Иоанн Златоуст говорит, что если и одна овца погибнет по небрежности пастыря, то ему не хватит всей его жизни, чтобы рассчитаться за эту овцу. Слово Божие есть зеркало, смотрясь в которое душа усматривает свои недостатки. Целые тысячелетия шли, не сверяясь со Словом Божиим. Качество учеников православной церкви оказалось таким, что они разрушили храмы и расстреляли пастырей, и осквернили могилы отцов, чтобы до такой кондиции довести безнравственность своих учеников, нужны были целые поколения пастырей, скрывающих Слово Божие. Для всякого учителя вожделено и совершенство учеников его. 1 Коринфянам 4 глава 9 стих. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». Толкование. «Слова свойственные человеку скорбящему, или лучше тому, кто хочет привести в других стыд. Как вижу, говорит, из ваших поступков, одним нам апостолом положил Бог быть последними из всех и приговоренными к смерти, то есть осужденными, готовыми на смерть. В самом деле, из того, что вы уже воцарились, я могу заключить, что нам определено быть последними и как бы осужденными, а нам апостолам, то есть тем, которые столько перенесли страданий за Христа. Мы подвергаемся страданиям не в углу где-либо, но по всей земле. И не люди только смотрят на нас, ибо немаловажны наши действия, но и ангелы, потому что наши подвиги так велики, что стоят, стоят и ангельского созерцания. Ибо мы не с людьми только боремся, но и силами злых ангелов. 1 Коринфянам 4 глава 10 стих. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Мы в славе, а мы в бесчестии. Толкование. И опять говорит для того это, чтобы пристыдить их. Тогда, как апостолов били и презирали за Христа, коринфяне были уважаемы и почитаемы, друг мудрыми и хвастали, будто все это во Христе. Посему говорит, как возможно, чтобы такие противоположности совмещались в людях с одинаковым образом мысли. Нет, необходимо допустить, что или наш образ мыслей не во Христе, или ваш. Но мыслить не во Христе не достойно апостолов христовых. Следовательно, вы заблуждаетесь. То есть, нас гонят, преследуют, а вы наслаждаетесь безопасностью. Немощью везде называют искушение. Опять. Вы славны и благородны, а мы в бесчестии. Все это говорит по сильному негодованию. Смысл такой. Как возможно, чтобы мы злострадали, а вы наслаждались безопасностью и проводили жизнь счастливо? И так очевидно, что вы не в добром состоянии. Напротив, теперешнее поведение ваше бесчестно и недостойно апостолов. Следовательно, вы не должны гордиться этим. Все.